Число стартап-проектов в 2017 году, по данным Финпром, впервые за последние 10 лет увеличилось почти на 15%. Количество новых компаний по стране превысило 40 тысяч. В этом году эта тенденция продолжает сохраняться. И о том, насколько легко или сложно казахстанским Стивом Джобсом воплощать или притворять свои идеи в жизнь, мы поговорим с экспертом Центра стимулирования инновационной активности Шолпан Дос Маханбет. Доброе утро, Шолпан, вы с нами на связи. Слышно нормально? Доброе утро. Да, я хорошо вас слышу. Итак, во всеуслышание сейчас заявляют о том, что, скажем так, достаточно часто говорится о том, что в стране создаются все возможные условия для молодых новаторов, разработчиков, инновационных проектов. Хотел бы услышать от вас вот что. Так ли это на самом деле и дают ли реальный результат создаваемые кластерные фонды, бизнес-инкубаторы и технопарки? Да, на самом деле государство принимает активное участие в создании инновационной экосистемы и развитии стартап-культуры на данный момент. И, конечно же, бизнес-инкубаторы, технопарки, программы акселерации имеют очень важное значение для развития компетенции стартапа в первую очередь. Не нужно забывать, что место как бизнес-инкубатор может стать для вас отличным трамплином для того, чтобы из идеи превратиться в серьезную компанию. Вот скажите, вот какие... И хочется отметить, что на данный момент создаются очень много бизнес-инкубаторов, такие как Astana Hub, действующий мост, автономный кластерный фонд Tech Garden и множество-множество других, которые направлены, конечно же, на развитие технологического предпринимательства. Вот мы знаем по активной тенденции, да все знают, что там говорить, об утечке мозгов из страны, да? Такое явление есть. Но вот мы недавно задавали этот вопрос генеральному директору кластерного фонда Tech Garden, как раз о котором вы упомянули. Как это явление предотвратить на корню? Ну, смотрите, лично мое мнение, что к этому надо относиться не как к утечке мозгов, а как к шансу нашим большим умам вобрать международный и глобальный опыт. И если у нас на каких-то этапах не хватает компетенции и какая-то компания переросла наш рынок, или у государства не хватает больше возможности развить эту компанию здесь, и она уезжает покорять мировые масштабы, в этом ничего плохого нет, потому что зачастую набравшись опыта, такие компании все равно приезжают развивать казахстанскую экономику. А вот какие-то меры все-таки, ну говоря об утечке мозгов, продолжая, какие-то меры все-таки предпринимаются? Конечно. Конечно, с каждым годом создаются все больше и больше возможностей для того, чтобы предприниматель чувствовал себя на нашем рынке так же комфортно, и чтобы у него, как сказать, был спектр возможностей, которые позволяли бы ему развивать свой бизнес здесь. И наша задача не держать их здесь, а создать все условия для того, чтобы они возвращались сюда с новыми знаниями. Что ж, спасибо, спасибо, спасибо за ответы. С нами на связи была эксперт Центра стимулирования инновационной активности Шоупан Дос Магамбет.